Обычная деревенская семья 20-х годов прошлого века. Пятеро детей. Жили скромно, но дружно. Мать с отцом рядовые колхозники. С утра до ночи на работе. На ребятишках хозяйство. Занимались огородом с детства. Была у нас корова, была и лошадь, овцы. Все это дело ложилось на нас, на молодых. За работу в колхозе тогда платили трудоднями. И единственное, что помогало держаться на плаву в семье Маяковых – хобби матери Михаила. Акулина Сверидоновна была первоклассной швеей. Пять деревень она обшивала. Платья там, кофточки, рубашки, брюки и все остальное она обнашивала. Пришло время, и Мишка, как и все его сверстники, пошел учиться в первый класс. Для него это было самым волшебным событием. Тяга к наукам у мальчика была с раннего детства. На всю жизнь запомнился наш преподаватель Иван Демьянович Ничаозов. Был очень строг, справедлив, честен. Семь классов окончил Михаил с отличием. Без экзаменов его приняли в Курское железнодорожное училище. Едва прошел первый месяц обучения, началась Великая Отечественная. Мальчишки в силу возраста и наивности не придали этому большого значения. Весь ужас войны они почувствовали уже скоро. Дело было на вокзале. Ребята как раз разъезжались по родным деревням на выходные. Тревога, паника неимоверная. Кто куда бежит. И летели три немецких самолета. Бомбить курс. Паровозы начали растаскивать составы кто куда. И мы выехали прям к лесу. Горелому лесу. И паровоз остановился. Все дрожали, все там кто там был. А уже осенью 41-го немцы пришли и к ним в родную деревню Охочевку. Я конечно по сей день удивлен, что никто, ни одного нашего солдата, ни одного танка, ни одного никакого сопротивления для немцев не было совершенно. Они как с троем пришли, как на парад. И все. Местных оккупанты выгоняли на работы. С селянами были жестоки. Чуть что, вспоминает Михаил Константинович, кнутом. А в сердцах местных жителей росла ненависть к обидчикам. Молодежь мечтала о партизанском движении. Да поблизости не действовало ни одного отряда. Не было густых лесов. Если бы были или оружие, или еще что-то такое организовано, мы, может быть, даже и стреляли в них. Но организации не было. Не было такого человека, который бы организовал молодежь. В 43-м впервые в воздухе повеяло победой. Перелом войны ощущали даже сами фашисты. Сами немцы говорят, вот, Гитлер капут, а русские сюда придут. Утром на рассвете что-то такой гудок поделил. Все. Вся село проснулось. А это ехали наши качушки. А уже через неделю призыв. Попал Михаил в артиллерийский полк. Назначили его заряжающим. Залежать, они росточком маленькие были. А снаряд вместо гильдии весит 18 килограмм. И вот, чтоб его ссунуть стволом. Командир батареи заметил, что мне силенки мало. И перебрасывает меня на НП, наблюдательный пункт, разведчиком-карактеровщиком. В его обязанности входило обнаружить звук самолета противника, замерить его высоту, расстояние до него и скорость данной передать на батарею. Курских, рассказывает ветеран, сослуживцы немножко недолюбливали. Полтора года жизни в немецкой оккупации стали клеймом для этих ребят. Они нас, между прочим, считали как бы вторым сортом. В особенности те люди, которые, конечно, под Москвой воевали, там, в других городах. Они думали, что раз мы у немцев были, значит, мы какие-то уже там не те. Уже спустя пару месяцев Маяков доказал верность Родине. 17-летний рядовой заслужил свою первую медаль за боевые заслуги. Мне удалось обнаружить группу самолетов, которые летели бомбить Курск 100 самолетов. Я их обнаружил от своей точки за 67 километров. До центра Курска, до железнодорожного узла самолетов не допустили. И мне, такому молоденькому пацану, он чинял медаль за боевые заслуги. Потом форсировали Днепр, освобождали Украину. Ох, и встречали их тогда, вспоминает Маяков. Они нас забрасывали иголками хлеба. Мы на машинах с пушками. И под солнышко ходили. А на мисле Михаилу Константиновичу даже довелось увидеть самого маршала Жукова. Клюшка, костыль. Он там офицера угонял, некоторым попадал. Клюшка эта. И навел порядок. Ходил он. Товарищ палатка накинута. Клюшка, быстрый такой. Два раза пришлось его видеть. И после этого, уже на Одер, вот я говорил, как немцы шли у нас в Охочевке, никто их не трогал. И мы до Одера шли, никто нас не трогал. Они так, что жили, они богаты. Вот мы сейчас видим коттеджи наши. А то у них в то время в каждой селе такой же коттедж. Заходишь, у него 10-15 коров. До Берлина их войска не дошли всего 28 километров. Поступил приказ освобождать Прагу. На рассвете были в Праге. Дороги хорошие. И бетон какой-то с чем-то смешан. На каждом километре стоят телефон. Притом двухсторонний, посредине деревьев. Все фруктовые деревья. А как раз май месяц. Красота. Там же, в Праге, они и узнали об окончании войны с гитлеровской Германией. Ночь. Я дежурил в эту ночь. Вдруг радист криком матом выстрел, сделал, что такое. Кончилась война. Господи. И целовались, и обнимались. И танцевали, и пели. Что только не делали до самого рассвета. День Победы, как он был от нас далек. Как в костре потухшем таял уголек. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник. Синяною на висках это радость. После войны два года службы в Австрии в школе сержантского состава. Город Кремс. 12 километров от Вены. Первый день Победы. В 1946 году участвовали мы своими спушками. Прошлись. Ну, тоже народ очень дружелюбно встречал. Хорошо. Но немцы все равно, хотя они были побеждены, А все равно, знаете, руку не подаст. Демобилизовавшись, Михаил вернулся в родные края. А вскоре встретил главное счастье своей жизни. Любимую Марию. Это было в Курске зеленеющая мая. Ты спешила ко мне с вокзала на трамвае. Мы гуляли с тобой на боевой даче. Не хотелось домой, не хотелось никак После встречи с тобой, дорогая. Эту песню он написал сам и посвятил ее любимой. Его Марии нет уже 15 лет, а рана не заживает до сих пор. Только вчера прияснилось, вроде идем какой-то дорожкой. Вот. Остановились. Я говорю, ну что, давай посидим, нет, пойдем. И пошла. Пошла, 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 так и ушла. Проснулся и нет. Не только скучаю, а невестку иногда называю Мария. Знаете, ну, не дай Бог вам этого переживать. Он и победу ей посвятил. Мария, милая, тебя забыть не в силах я. Приду к тебе, еще сильнее тебя любя. Он на могиле не для съемок, он каждый праздник у нее. И оградку, и памятник всем занимался лично. Надгробье одно на двоих. Осталось только вбить свои даты. Ты прости меня, любимая, Что весенним днем В небе голубом, Как прежде Нам не быть вдвоем Наш герой не из тех, кто унывает. В 80 смеются родные Поставил цель дожить до Олимпиады. И с задачей справился. На 10-м десятке еще умудряется заниматься огородом. Вы бы видели, какие он выращивает помидоры. Мечта ветерана сегодня, чтобы их, стариков, не забывали. В небесах отгорели сорницы И в сердцах утихает гроза Не забыть нам, любимые лица Не забыть нам, родные глаза Ничто на земле не проходит бесследно И юность, ушедшая, все же бессмертна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok